Три, два, один, штурм! Цель! Такого штурма не выдержит ни одно пластиковое окно. По словам сотрудников, стекло своей крепости не оправдывает. Это часть упражнения сотрудников ОМОНа, бойцов-высотников. Они незаметно подбираются к окну дома, а затем начинают штурм. Упражнение называется аналогично. И это часть обычной тренировки. Это обычная тренировка. Сделали разминку, проверили все снаряжение. Отработали фасадно-штурмовой альпинизм. Отработали беспарашютное десантирование. И сейчас отрабатываем горную подготовку. Бойцы-высотники – это точно такие же профессионалы своего дела, как и остальные сотрудники. Специализацию уже дают командиры. Смотрят на психологические и физические качества. Все бойцы проходят, не в зависимости от должности, они проходят курс высотной подготовки. Но вот именно должность бойца-высотника уже включает в себя знания не только азов, спусков, но уже они следят за снаряжением, умеют работать с более сложным альпинистским снаряжением. С альпинистским снаряжением бойцы-высотники тренируются около 6 часов в неделю. Погода и сезон не помеха. Чуть-чуть мешает сильный ветер, да и веревка на холоде немного замерзает и чувствуется по-другому. В остальном все то же самое. Отрабатывалось и упражнение под названием «высадка с вертолета». Для этого бойцы переодевались в маскировочные халаты. По задаче тренировки их высаживают в поле и дальше они продолжают путь пешком. Бойцы спускались при стройке дома, имитирующийся сам вертолет, и занимали определенную позицию. А после группировались. В такой нелегкой работе сложности есть. Конечно же, это и подвесная система, и работа с напарником. Все должны доверять друг другу, иначе не получится. Здесь нет слов «семья», «друзья» или «похожих». На полигоне и на операции они друг для друга просто напарники, которые общаются позывными. Но только уверенность в себе и в окружающих у них куда больше, чем у хороших друзей. Вероятно, это и позволяет им так четко и грамотно выполнять все необходимое. Как на тренировках, так и в бою. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.